В чем ошибка? Люди ждут, когда они перестанут бояться и волноваться. И вот тогда-то... Блин, сумочка на головой. Здесь, да, в корне неправильно. Откажитесь от этого ожидания. Не ждите, когда пройдет страх. Если вы будете ждать, когда он пройдет, он все время будет у вас в башке присутствовать. Просто делайте, делайте, заметите, что да... Не понятно, тут еще пацаны смотрят, короче, на там какие-то стоят. Да-да, это, ну, это приятно даже. У меня вот этот Артем Бородач такой был, клиент, короче, индивидуальный, давно еще очень такой интересный персонаж. И я, короче, ездил в Самару недавно по автобусе, который ведет в аэропорт, вернее, в самолет, не рука, а автобус. И я смотрю, блядь, рожа знакомая, такая уже жирная, с бородой, блядь, какая-то... Майки какие-то удроченные, все такое. У человека в корне все поменялось, я говорю, что ты куда-то... А я еду знакомиться с родителями своей будущей жены, девушка стоит, такая простая. Он за рулем снял, я думаю, давай, как-то у нас. Я к тому, что, ну, вот узнал человека, да, то есть какое-то время прошло, ну, так сказать... Я так понимаю, что цель моя была в будущем достигнута. Причем он приходил ко мне, Андрей говорит, в рубашке там, блядь, начищенных таких, зализаный такой весь, блядь, интересный какой-то... А сейчас он сам поменялся, с его стал опыт. То есть у него помимо этого много чего поменялось. И девушка такая простая, нормальная. И он кайфовал вот от чего. Он говорит, я прихожу в рейсинг, там он такой, блядый тип. Я говорю, вижу, тёлка сидит какая-нибудь. И, сука, весь ресторан прям просто поршку на неё свернул. Ну, вот она вообще не в моем вкусе. Ну, сейчас купите, короче, у неё, блядь, получится. Ему больше по кайфу было пойти, сделать красиво, чтобы она там реагировала. И он такой, типа, а, блядь. А эти сидят и не могут, понимаешь? И он говорит, я понимаю, что она меня может слить, блядь. Но как бы они ни сидели, ни хищикали, я понимаю, что они сейчас, блядь, ржут только над собой. То есть если он себе правду скажет, скажет, я просто ссу, ему ж проще тебя, долборёга, назначить. У каждого там свой мотив, но он говорит, меня в этот момент, знаешь, как волновало. Я говорю, ну, ребят, ну, это как, не знаю, это как перед боем какие-то борцы, да? Тебя же не заставляют туда идти. И ты думаешь, они не сад, они охуевают. Причём он говорит, когда в клетку захожу, у меня страх пропадает. Ну, как месяц вот это ожидание. То есть, кого-то это просто сводит с ума. Они охуевают от этих мыслей, блядь. Думаю, он меня побьёт, я опозорюсь, что-то ещё. Но что-то им движет, заставляет его туда идти. Поэтому не надо ждать, когда пройдёт страх. Ну и плюс, опять же, опыт. Вот у тебя страх, там, ты, не знаю, подошёл к токарному столкуду, блядь, что с ним делать, сейчас, наверное, там, пальца отрубит, ещё. Ты когда это делаешь, каждый день, каждый день, каждый день, в какой-то момент ты одной рукой, там, не знаю, куришь, другой рукой чай пьёшь, там, третьей рукой, там, деталь придерживаешься, это станет для тебя комфортно. На автомобиле ты ездишь, ты когда учился, помнишь этот момент? Первый раз, когда ты поехал один. Вот, вообще. Да. Ну, понимаешь, о чём я? Ну, когда я первый раз в город выезжал один, там, первый, второй, третий, я, например, за сорок минут, блядь, потом покрывался, у меня тут отлипает спина, тут вся седмушка мокрая. Сука, ты каждый сантиметр дороги просто присутствуешь здесь и сейчас, так осознанно. Сейчас ты прыгнул в тачку, я так и езжу обычно. Мердых инфраструктур. Ты сейчас прыгнул в тачку, приехал на работу, у тебя спросите, а ты помнишь, как ты ехал? Нет. Приехал как-то. Это стало чем-то обыденным, понимаешь? И здесь будет что-то похожее. Чуть-чуть, вот, я не знаю.